Всем привет, друзья! С вами Форсаж. Совсем скоро начнется главное событие для любого дотера последних двух лет The International 10. И то, что команды нам могут показать на этом турнире, весьма любопытная тема. Я вам предлагаю сегодня пофантазировать и не просто попытаться угадать хороших героев, которых будут использовать все, а назвать, так сказать, персонажей скрытой меты, героев, которые в данный момент не особо востребованы, но на Интернешнале могут оказаться весьма опасными соперниками. Поехали! Отличный пример скрытой меты — это ИО от OG на 9-ом Интернешнале. Мало кто предполагал, что с таким героем можно не просто себе парочку каких-то там залетных карт обеспечить, а выиграть довольно существенное количество матчей на турнире года. И хоть персонажи, указанные в сегодняшнем видео, не являются, наверное, прям настолько феноменальными, но тем не менее на сегодняшний день их пикают редко, но мне кажется, что они достойны большего. Снайперы еще в начале патча пикали ребята из PSG LGD на китайских ригах. Причем брали они его в комбинации с Керри Пуджом. Сейчас вообще непонятно, рофлили ли ребята или же пытались построить серьезную стратегию, однако с уверенностью можно утверждать, что снайпер на первой позиции может оказаться весьма неплохим выбором. Это из-за изменения его способности Тей Каим, который теперь при активации дает стопроцентный шанс срабатывания хедшота. Герой хорошо будет работать против рейнджевых керри, так же как это было раньше, Медузы, Террор Блейда или Дровки. Возможно это смешно прозвучит, но снайпер опасный соперник на линии. Мощный урон со шарапнели позволяет рано драться и выигрывать линию, а в дальнейшем помогает быстро качаться. Вместе со снайпером хорошо сочетаются милишные толстые саппорты, ну по типу Огра, Абадона, Никса, Спирит Брейкера. На линии с ним хорошо будет смотреться и новенькая Донбрейкер. Это неплохой вариант и по игре, так как своим ультимейтам она либо отгонит от снайпера героев, либо их застанет. Не знаю, почему я включаю этого героя в список теоретически сильных персонажей, но почему-то моя интуиция мне подсказывает, что он может очень хорошо проявить себя на Инте. Опять-таки, если взять его как контрпик к тому, что взял соперник, Некрадет будет огромной занозой. Я предполагаю его появление на тройке или на двойке. По традиции он круто смотрится против жирных персонажей, которых нужно кайтить в драке, на примере ныне популярного Свена. Кстати, сейчас частенько еще пикают Керри Тинни, против которого Некрадет тоже хорошо заходит, а раньше Некра еще любили брать на мид как контру Эмбер Спирита. Лечение и урон от первой обилки подняли лишь чуть-чуть, но этого уже достаточно, чтобы вспомнить героя, ведь и Деспульс очень низкий КД, и вы жмете его огромное количество раз за игру. Добавьте к этому хороший талант на Каст Рейндж косы, и вы получите крутого, хоть и ситуативного героя, которым можно поставить соперника в неудобное положение. Про ОД вообще уже на протяжении многих патчей люди не вспоминают, а ведь его, между прочим, делают все сильнее и сильнее. Герой очень специфический, может пойти на плейн или в мид. Оптимальный билд его не изменился, все так же стараемся быстро купить Метеорхаммер и Аганим. ОД всегда был неплох против назойливой и мерзкой Медузы, которую я чаще стал видеть в ранкете. Против Сларк он раньше тоже работал достойно, и думаю, что мало что изменилось с тех пор. Что касается Мета Инта, я думаю, ситуативно его могут использовать команды в качестве персонажа для подсейва с Шардом, против, скажем, Легионки или Войда. Для удобства можно использовать механики до упору увеличивающей скорость, как, например, Сурж Дарксира, чтобы можно быстрее передвигаться в Астрале. Хотя это что-то уже из рода фантастики. ОД способен выступать не только как юнит, спасающий тиммейтов. С новым Шардом теперь легко набрать много маны и уничтожать ультимейтом слабых героев. К тому же Аркейн Орб теперь работает и на Рошана. С центральной линией ОД с большим уровнем легко может получить ранний Аегис. Не так легко, как на видео, конечно, но все же приятно, что теперь ОД может помочь команде убить Рошана быстрее. Шейкера я рассматривал бы исключительно на четверку и весьма к ограниченному пулу персонажей, поскольку сам по себе он весьма слабоват на линии. Может хорошо сочетаться с каким-нибудь противным и рейнджовым героем типа Виномантира или Вайпера или устойчивым персонажем по типу Тайтхантера и Тимбера. Он относится к классу роумящих героев и поэтому всегда способен обеспечить своему мидеру комфортный мид за счет сделанных в лесу стаков и проконтроленных рун. Вполне вероятно, что Шейкер станет частым гостем на предстоящем Ти. Просто уже неоднократно замечалось, что как только люди садятся трафтить, осознавая тот факт, что цена победы в одной серии может сулить от сотен тысяч долларов до миллионов, то как-то просыпается у игроков любовь к пикам с сильными тимфайтами. И Шейкер как раз возглавляет рейтинг четверок для тимфайтов. Вспомнит только беспрецедентную игру GH на Шейкере на седьмом инте и Эхо Слэм на 6 миллионов долларов от Юниверса. Так, раз уж я обмолвился о Тайтхантере, давайте и его включим в этот список. Это сильнейший тимфайт герой, и я бы отметил то, что он еще крайне устойчивый на линии. Отстоять Тайдам Лайнинг стадию плохо, трудно, лишь какие-то специфические матчапы для него губительны. Например, против вышеупомянутого Некрофза стоять очень сложно, но всегда можно изловчиться и придумать что-нибудь, например, зайти за вышку и фармить крипов там. Тайтхантер никогда не был в моем активном пуле героев, и играл я на нем раньше постольку поскольку, но сейчас начал частенько его брать, и скажу вам, что почти всегда чувствую себя мега уверенно. И неудивительно, он весьма серьезно улучшен в последних патчах. Да, некоторые скиллы сделали слабее, но обратите внимание на следующее. Дополнительный манореген и талант 10 уровня на Кракеншелл. Вот два ключевых изменения, как мне кажется. С дополнительной маной вы вообще без труда способны достоять Дамаски на лайфстил, или Ринг оф Хеллс, в зависимости от того, что вам нужно. Особо ничего при этом не докупая, а дальше линия превращается в сказку, вас вообще никак не пробить и вы фармите всех крипов. После 10 уровня улучшенный Кракеншелл работает просто как не в себя. Я вам серьезно говорю, ребята, это вообще не шутки. Если у Тайда есть ультимейт, то убить его до ульта вообще нереально, так как он почти всегда выйдет из стана или сайланса и влепит вам реведжем по лесу. Это и раньше выглядело не самой простой задачей, сейчас без какого-нибудь вайпера или сильвереджа вообще не разобраться. Из того, что я ощутил, не особо комфортно играть против Сларка, Медузы и Марфа, хотя у героя есть и другие неудобные персонажи, это, естественно, не весь список. Ну и вот мы подошли к самому сладкому, хотел бы я вам сказать, и тут выходит патч 7.30d. Гейб как будто видит, о чем я хочу рассказать и начинает нещадно резать всех героев моих роликов. Сначала клинкс, теперь вот тинкер. Нерф обилок тинкера, кстати, не страшен, но вкупе с изменениями силового блинка герой получил реально серьезный удар. Я уверен, что если бы не нерф в вышедшем микропатче, тинкер стал бы главной сигнатуркой интернешнала и в плей-оффе он бы выбил не одну команду. Но раз уж о нем зашла речь, не стану его вычеркивать из списка и выскажусь. Что такое переработанный тинкер? Теперь он сверх рано вступает в игру и не требует от своей команды 20-минутного сплитпуша и подготовки ситуации в игре. Он просто качает лазер, ракеты, покупает блинк и с этого момента он идет крошить всех и вся. Главная слабость героя это лайнинг стадия в центре. У него очень неудобная анимация атаки и теперь нет машинок, при помощи которых можно было бы спрятаться в лесу, так что придется с честью отстоять поединок 1 на 1 в центре. Но если наловчиться, то и это не будет проблемой. Против тинкера невероятно тяжело играть. Раньше на него можно было найти управу в виде никса или шторма, теперь же его стало очень трудно ловить. Новый скилл Дефенс Матрикс дает ему огромный буст по выживаемости в начале игры и сопротивление контролю. Вдумайтесь, аж целых 50% на последнем уровне. Вы замучаетесь его станете, он ведь во время получения урона еще и реарм жмет и может отпрыгнуть куда-нибудь в сторону. Короче, это огромная головная боль. Я слышал от людей истории, как они по 15 игр стрикуют на тинкере, выигрывая 1х9 в ранкете. И тут вы сейчас скажете, ну и что форсаж, вон на хускаре и бруде бустеры тоже стрикуют, но их что-то на интине пикают. И так-то оно так, но понимаете в чем дело, это ведь совершенно разные классы персонажей. Если хускар и бруда стараются за счет ранней доминации в игре продавить лоу-скильного соперника и закончить игру, то тинкер же хорош на любой стадии, а в лейте с хиксом вообще превращается чуть ли не в самого страшного соперника. Основной билд на тинкере это быстрый блинг в комбинации с Солрингом и Боттлом, а дальше закупается он в зависимости от ситуации. После патча силовой блинг, думаю, брать сразу точно не будут, а начнут покупать Шиву, Бладстоун, Хекс, Дагон и Этериал Блейд. Хотя насчет силового блинга не уверен, может он все-таки не так уж и плох с учетом сильного замедления. Время покажет. Делать ролик о классических метовых персонажах перед интом мне показалось слишком скучным. Вы можете зайти на твич и посмотреть, чем там люди играют на турнирах. Да, это Свен, это Геррокоптер, Эмбер, Спирит, Войт, Спирит. Понятно, что без этих героев Интернешнл не пройдет. В недавнем обновлении очень сильно бафнули Андайинга и Варлока. Я думаю, что их найти мы тоже увидим. Ну и, конечно же, очень любопытно будет посмотреть, попадет ли хотя бы один из героев вышеуказанного списка в класс сильных персонажей. Я с нетерпением жду начала турнира. Собственно, сам я на Интернешнл тоже очень скоро выезжаю и буду стараться держать вас в курсе непосредственно с места событий. Возможно, даже пару каких-нибудь интересных роликов там запишу. Ну а на этом все, друзья. Удачных вам игр. Всех благ. Не теряйте голову. Субтитры сделал DimaTorzok